Кроссовки Puma Ferrari приобретены в июне 2013 года в фирменном отделе в городе Москве. Хочу сказать, что это мои не первые кроссовки обсуждаемой серии Puma Ferrari, но именно эти я приобрел в июне 2013 года. Стоили они 4999 рублей, фактически 5000 рублей, если округлить немного. И я их проносил 2013 год, летний, чуть осеннего сезона, 2014 и 2015. Но у них сразу появилась одна проблема, почему-то только на этой обуви. Хотя еще расскажу, Puma Ferrari я покупал до этого. А вот посмотрите, я вам сейчас покажу. Вот этот кроссовок левый, он нормального качества, а что вправо имеется, а вправо серьезно. Отсутствует здесь краска, напыление, кожа содралась, назовите как угодно. И появилась здесь дырка, которая, естественно, пропускает грязь, пыль, влагу. Дырка появилась не сразу, а в 2015 году, в конце третьего сезона, носки. Не очень активные, кстати, носки. А сама краска стала сползать фактически сразу. Я покупал соответствующую краску, наносил ее, краской держалась 2-3 дня и снова сползала. Этот кроссовок у меня какой-то многострадальный, именно правый. И вот что произошло. А сами посмотрите, они остались в принципе нормального внешнего вида. Еще расскажу, в июне 2013 года купил, 2013 чуть поносил летом, 2014 и 2015. Но почему я их мало носил? Да потому что, дорогие мои друзья, летом жарко на улице, по крайней мере для меня. А когда 20-25 градусов, я не знаю, кто ходит в кроссовках, еще если одевает носок, да неважно, оденьте вы носок, либо на босу ногу. Но жарко, нога потеет, нога преет, назовите как угодно. Охота одеть сандалии, а не кроссовки. Поэтому так выходило, я их носил летом мало, в такую нежаркую погоду, когда уже весна, тепло, либо осень еще не дождливая. Но, вот что произошло, то произошло, это мой отзыв об этих кроссовках. Так что имейте ввиду, они в принципе нормальные, нормальная серия, если возьмете фирменные. Все хорошо, но здесь что такое? Это первый раз у меня такое происходит с кроссовками этой серии. А у меня до этого было двое кроссовок Puma Ferrari, купленные в разные периоды. Они чуть дизайном, естественно, отличаются, так как внешний вид обсуждаемых кроссовок данной серии он меняется со временем. Естественно, в целях маркетинговых, продажек, все десет, все изменяется. Но здесь, посмотрите, ну как это можно оценивать? Этот идеальный левый кроссовок на левую ногу. А вот здесь, как пошло-поехало. Не знаю, сейчас в ремонт отнесем, сапожник посмотрит, может быть что-то удастся сделать. Но неохота их выбрасывать, потому что, в принципе, я носил их аккуратно, подкрашивал. Посмотрите, внешний вид их, я считаю, за три непроложительных сезона, он, в принципе, нормальный. Грех выкидывать, так иногда поносить, когда здесь отремонтируется. Так что, имейте в виду, это не обязательно то, что вы покупаете фирменную вещь, дорогую фирменную вещь, относительно дорогую, скажем так, что она будет безупречного качества. Естественно, если вы покупаете какой-нибудь контрафактный, неважно, Adidas, Reebok, Nike, Puma. Кроссовки могут посыпаться быстро, на то и не контрафакт, дешевая китайчатина. Но неважно, можно купить и достаточно неплохую вещь, как в обсуждаемом случае, Puma Ferrari, но кроссовок посыпется. А можно взять не Puma Ferrari, а такого неизвестного производителя, тоже на типа такой кроссовке, либо спортивной обуви, они у вас прослужат гораздо дольше. Но вот здесь такой результат. Так что, имейте в виду, дорогие мои друзья, что может быть? А посмотрите у меня на канале Puma Ferrari, я даже делал обзор не только кроссовок, а как их красил, подкрашивал, там специальную краску купил, которая является восстановительной краской. Это не просто красного цвета крем, нет, это специальная восстановительная краска. Но она почему-то не держалась. Ладно, держим связь.